Итак, я нажал на запись. В общем-то, начинаем тогда. Всем еще раз привет. Спасибо, что присоединились, те, кто сейчас нас смотрит и кто смотрит записи. Сегодня у нас очень важная тема. Мы поговорим об инструментах VPN и, в частности, вот инструмент Psyphone, который использует VPN-технологии. И тема у нас звучит как персональная безопасность. То есть такая это более общая тема. Скорее всего, это не только обход каких-то закрытых... То есть это не только тогда, когда вы хотите получить доступ к закрытым ресурсам, но, в принципе, когда хотите себя обезопасить от злоумышленников, в том числе, когда вы используете публичные Wi-Fi-сети. И об этом сегодня много чего интересного будет рассказано. Я пока быстро пробегусь по стандартным нашим слайдам. Меня зовут Алексей Ниц, и я являюсь ивент-редактором. То есть все, что касается анонсов, мероприятий, инфопартнерства. И в том числе я веду еще вебинары, как это мероприятие, так и делаю видеоуроки, такие небольшие видео, где я рассказываю о том, как делать те или иные вещи в своей работе быстрее с помощью онлайн-сервисов. Поэтому также рекомендую посмотреть. И у нас сегодня интересный спикер. Это Игорь Валентович. Он региональный директор компании Psyphone. О себе, естественно, он расскажет более подробно чуть позже. И также расскажет о одноименном приложении. Можно так назвать, наверное, Psyphone. Так выглядит наш сайт, сайт Теплица. Если кто-то не знает, что мы делаем, в двух словах, мы связываем IT-сектор и некоммерческий сектор. Это основная наша цель в аудитории. То есть мы рассказываем некоммерческому сектору это некоммерческим организациям, это активистам, просто людям, которые делают какие-то общественно важные проекты, и как использовать интернет и технологии, которые сейчас существуют для того, чтобы у них все хорошо получилось. И как это делать в большей степени самостоятельно. Поэтому мы проводим очень много вебинаров, делаем видеоуроки и рассказываем людям о том, как они сами, своими руками могут делать что-то важное и интересное. Вебинары можно посмотреть в нашем плейлисте, во-первых, на YouTube. Это записи вебинаров. И в том числе на нашем сайте есть раздел вебинаров, там можно увидеть. И это ссылка на плейлист видеоуроков. Как я уже сказал, это небольшое видео. Сейчас там уже порядка 100-101, то есть достаточно много. Вы можете найти подходящие для себя ресурсы, там, в дизайне, в чем-то еще. То есть обязательно посмотрите. Также у нас уже появился отдельный плейлист, называется «Цифровая безопасность для некоммерческих организаций». Также рекомендуем посмотреть. Собственно, это все, что я хотел сказать. И тогда я слово предоставляю уже Игорю. Я тогда камеру отключаю, а Игорю тогда надо загрузить презентацию, то есть включить ее. Здравствуйте. Меня зовут Игорь Валентович, и сегодня мы будем говорить о методах обхода цензуры в сети интернет и как защитить свою коммуникацию в этой сети. Я расскажу вам более подробно о технологии, которую мы разрабатываем, инструментом «Сифон». Но перед тем, коротко о себе. Я работаю оригинальным директором в канадской компании «Сифон». Это компания программного обеспечения, где мы разрабатываем вот разные инструменты обхода цензуры в сети интернет. Родом я из Болгарии, так что простите, если у меня русский не на таком уровне, как вот. У меня второй язык, так сказать, я давно его учил. Ну, надеюсь, мы друг друга поймем. По образованию я политолог. У меня не техническое образование, что к этой теме, конечно, хорошо, потому что я расскажу все на простом языке. А вот потом, если будут более технические вопросы, я попрошу одного из наших разработчиков, который по счастливой случайности разговаривает лучше по-русски, чем я, я приглашу его ответить на более технические вопросы, если такие будут. Так, значит, по образованию я политолог, я закончил магистратуру в Софийском университете в Болгарии, после этого сделал другую в Центральноевропейском университете в Будапеште. А по окончанию этого я защитил докторскую по сравнительной политологии в Университете Торонто, где фокус моей диссертации был средство массовой информации самых больших и меньшинственных групп в Европе. В профессиональном плане я работал в разных... Я работал исследователем в разных мозговых центрах и исследовательских институтах, вел курсы сравнительной политологии международных отношений в Университете Торонто, а вот после окончания докторантуры, вот, работал исследователем вот в такой лаборатории, которая находится в Университете Торонто, она называется Citizen Lab, или гражданской лабораторией. Как раз в ней родился и СИФО, я потом об этом расскажу. После этой лаборатории мы изучали, исследовали методы контроля над информацией и цензурой сети интернет в разных странах мира. Несколько лет спустя меня пригласили на работу в СИФОНе, где я продолжил ту же исследовательскую деятельность, и, кроме того, начал помогать, моя команда помогает либеральным организациям и независимым СМИ, чьи ресурсы неправомерно планируются в сети интернет. Вот это обо мне. Сейчас переступим к презентации нашего инструмента обхода цензуры в сети интернет, который называется СИФОНО. Вот имя такое нетипичное, но я знал, что в Восточной Европе СИФОНО – это такое устройство, которое используется для создания газированной воды, но в нашем случае это совсем другое. А П перед СИФОНО стоит, потому что оригинальная версия нашего продукта была написана на языке Python, а вот СИФОНО – это имеет другое значение на английском языке. Вот мы применяем это значение, которое как бы предоставляет возможность заходить на заблокированные и вот такие недоступные ресурсы. Сейчас я загружу свою презентацию. Это порядок около 40 слайдов, в которых я вам расскажу об этом инструменте, как им пользоваться, кому он может быть полезен. Так, заходим на презентацию. Вот. Так, я надеюсь, у вас все видно. Ну, у меня пока нет. У меня пока нет. Ага. Значит… Стар демонстрировал. Да. Все, теперь видно. Теперь видно. Отлично. Ну так, мы начнем. Отключить мое видео или сохранить? Нет, видео хорошо. Видео хорошо. Видео хорошо? Ну ладно. Так, вот и структура сегодняшнего вебинара. Я расскажу вам коротко о всифоне, как он родился, каковыявлены его цели, аудитория. Потом я тоже коротко расскажу о двух вот таких более теоретических понятий, более технических понятий, которые надо как бы знать немного о них, чтобы понять, как работают инструменты обхода цензуры. Это VPN-технология и это прокси-сервера. Я буду использовать картинки, чтобы сделать это доступным для вас. А после этого я покажу вам, как работает практически наш инструмент обхода цензуры. Я покажу вам, как его скачать. Это бесплатный инструмент, описанный открытым кодом, как им работать. А после этого покажу вам другие приложения работы Псифона, как он используется средствами массовой информации, правозащитными организациями, гуманитарными миссиями, наше партнерство с другими организациями, даже Псифон физкульств. На этом мы окончим презентацию на такой ноте. Ну, так что, поехали. Вот и первый слайд. Значит, Псифон – это канадская компания программного обеспечения, которая разрабатывает инструменты обхода цензуры с 2007 года. Как я уже упомянул, первая версия Псифона была разработана в университетской среде. Она была разработана как раз в этом исследовательском институте, в котором я когда-то работал, Citizen Lab. Это интересная история. Все началось с курсовой работы одного из студентов в начале 2000-х годов, когда он подошел к профессору Рональду Гиберту, который руководит этой лабораторией, и сказал, что вы знаете, что у меня вот такая идея написать для вашего предмета вот такую курсовую, где я буду исследовать, какие сайты блокируются в Китае. Вот я разработал технологии, с помощью которой я могу узнать, что там блокируется. Вот так началась и сама Citizen Lab, эта лаборатория. А несколько лет спустя был разработан логичным образом и инструмент для обхода цензуры вот таких либеральных сайтов, которых тогда в Китае нельзя было, на них нельзя было зайти. Первая версия Siphona появилась публично в 2006 году, а это тогда еще Siphon был в рамках университета Торонто. Но так как у Siphona появилось очень много пользователей, то он через год спустя обособился в самостоятельную компанию. Цель его, однако, осталась неизменной с тех пор, как он родился в университете, это предоставить пользователям открытый и надежный доступ к сети интернет. По сей день нашим инструментом пользуются более чем 12 миллионов человек во всем мире. Кроме индивидуальных пользователей, мы также работаем с такими крупными международными информационными агентствами, как BBC, Немецкая волна, Radio Free Europe, Radio Liberty, которые пользуются нашим инструментом, чтобы их аудитории в странах с интернет-цензурой смогли заходить на их сайты. Также мы помогаем и региональным средствам массовой информации в разных странах. Следующий слайд. Мы предоставляем наш инструмент также правозащитным и либеральным организациям, чьи ресурсы блокируются в сети интернет. Наши основные аудитории находятся в Иране, Китае, Ираке, странах Ближнего Востока, некоторых странах Азии и Латинской Америки. У нас есть, мы разрабатываем приложения для двух платформах, для Андроида и для Windows. Наша сеть состоит из более тысячи прокси-серверов. Вот это понятие, которое я сейчас употребляю, но потом я его объясню. Эти прокси-сервера расположены в разных странах мира. Для передачи данных по этой сети Сифон использует несколько протоколов, которые выбираются автоматически нашим приложением, чтобы обеспечить быстрый и надежный связь. Чтобы понять, как работать инструменты обходов цензуры в целом и Сифон в частности, я хотел бы вам показать, познакомить вас с двумя теоретическими понятиями. Это прокси-сервера и VPN. Следующие слайды, коротко вам об этом расскажем. Что такое VPN? Вот это понятие часто используемое. На английском это Virtual Private Network, что означает виртуальная частная сеть. Вот такие виртуальные частные сети часто используются в корпоративном мире, так как они предоставляются трудикам фирм, которые находятся за пределами этих фирм, скажем, в командировке, они предоставляют им безопасный доступ к внутренним сетям таких компаний. Или, скажем, у компаний, скажем, у IBM, какие-то там другие, у которых офисы разбросаны по всему миру, они вот делают такую... У них есть локальные сети, и вот они соединяются при помощи VPN между различными городами, различными странами, чтобы общаться и вовсе обсуждать всякие там корпоративные вопросы, да. Вот VPN в этом плане на какое-то очень широкое приложение, а также он используется обычными пользователями интернета, как вы и я, чтобы защитить свои онлайн-транзакции, обойти географические ограничения и цензуру в сети. Вот на следующем слайде я постарался вот так показать вам, как осуществляется передача информации в сети при помощи VPN-технологий. Вот VPN-технология обеспечивает создание частного сетевого соединения или так называемого туннеля в публичной сети интернет, по которому стороны коммуникации могут безопасно обмениваться информацией. Виртуальный туннель между участниками коммуникации создается посредством использования выделенных соединений, туннельных протоколов и шифрования трафика. Вот если посмотреть на эту диаграмму, вот вы видите, как, скажем, это какая-то компания, региональное отделение этой компании разбросывает в различные городов, а главный офис находится вот с этой, с правой стороны. И вот чтобы зайти на серверово главной компании, нужно создать такое защищенное соединение с этими серверами. Если пойти напрямую через интернет, интернет – это публичная сеть, то вот эта коммуникация между региональными отделениями и главным офисом, она будет, видимо, недоброжелателем. Вот поэтому трафик между региональными отделениями и главным офисом надо как бы свернуть в туннель и послать его защищенным туннелем через весь интернет, чтобы никто туда проникли не может. Вот как раз, чтобы создать такой туннель и перепрать информацию с одной точки до другой, используется эта VPN-технология. На следующем слайде я как раз упомяну несколько из важных свойств этой технологии, почему ей хорошо пользоваться. Хотя она не может сделать вашу коммуникацию в интернете полностью анонимной, как это может сделать ТОР, между прочим, VPN может повысить конфиденциальность сети путем использования туннельных протоколов и шифровальных методов. Шифрование потока данных происходит в начале VPN-туннеля, а расшифровка в его конце, когда переданная информация достигнет своего подлинного адресата. Если какая-то третья сторона попытается задлинуть в этот VPN-трафик, то она увидит только шифрованный трафик и ничего в нем разобрать не сможет. VPN также обеспечивает установление подлинности отправителя и целостность передаваемых сообщений. Вот следующие исследования. Это были более теоретические объяснения, как это действует. Вот эта графика, я надеюсь, поможет вам понять практически, почему хорошо пользуется интернет. Извините, VPN-технология. VPN повышает цифровую безопасность обычных пользователей, и им хорошо пользоваться, когда вы заходите в интернет из какого-то публичного Wi-Fi, скажем, в кафе, в магазинах, в аэропорту, в отеле. Если вы будете пользоваться публичным Wi-Fi, вот хорошая идея – запустить VPN-инструмент. Вот на этой диаграмме я как показал два компьютера. Первый пользуется VPN-ом, а второй без VPN-ом. Скажем, вы находитесь в кафе и хотите проверить свой аккаунт ВКонтакте. Вот ваш аккаунт ВКонтакте находится на сервере ВКонтакте, который находится с правой стороны этой диаграммы. У вас есть с правой стороны картинки. И пользователь 2, у которого нет VPN-а, сидит в кафе, подключается к локальной публичной Wi-Fi-кафе, к публичному интернету, запрашивает свой аккаунт, и его трафик идет напрямую нешифрованным образом через весь интернет. Пока он доходит до сервера ВКонтакте, запрошенная информация, потом возвращается сервером обратно пользователю. Проблема в этой ситуации в том, что если в этом кафе сидит недоброжелатель, который хочет, скажем, украсть ваши пароли или посмотреть, что вы скачиваете, или что вы загружаете в интернет, это он сможет легко сделать, потому что ваш трафик через публичную сеть не будет шифрован. Вот ситуация совсем другая, если вы будете использовать VPN-инструменты. Вот это компьютер номер один в моей диаграмме здесь. Он запускается. Сначала пользователь запускает VPN, потом он запрашивает необходимую информацию. В этом примере это был аккаунт ВКонтакте. Вот что VPN делает? Он подключается к прокси-серверу. Вот это синий диаграмм. К прокси-серверу и весь трафик, это поток данных между вас и компьютером, и прокси-сервером, туннели образуются, через который трафик пропускается, этот трафик криптируется или он шифруется. Когда он доходит до прокси-сервера, прокси-сервер потом его расшифровывает и посылает ваш запрос к серверу ВКонтакте. Оттуда ВКонтакте высылает желаемую вам информацию, загружает его обратно в прокси-сервер, и оттуда прокси-сервер снова шифрованным образом возвращает желаемую вам информацию, и она появляется у вас на экране. Вот преимущество этого типа коммуникации в том, что недоброжелатель, сидящий в том же кафе, он сможет поймать, что вы пользуетесь VPN, но даже если он попытается залезть в туннель и посмотреть трафик информации, то он ничего там не разберет, потому что вся информация будет криптирована. Вот это одно из преимуществ VPN-технологии. Как раз Psyphone пользуется вот этим аспектом VPN-технологии. Страфик между вашим компьютером и нашими прокси-серверами, он закручивается в туннель и шифруется, чтобы никто на него взглянуть не смог. Так, сейчас переходим на другую, на другой слайд, который расскажет вам о прокси-серверах. Прокси-сервера, это другое теоретическое понятие, я обещаю, после этого мы оканчиваем с теорией и начинаем практику, я покажу вам, как работает Psyphone. Значит, прокси-сервера, это вот такие посредники в сети интернет, вот здесь хорошее определение я нашел в сети, это удаленный компьютер, который под подключением к нему вашей машины становится посредником для выхода абонентов интернет. Прокси передает все запросы абонента в сеть и, получив ответ, отправляет его обратно абоненту. Следующая диаграмма показывает вам, вот картинка, показывает вам эти два метода передачи информации в сети, но это подобно тому, что я вам показал с картинкой в кафе. Скажем, получение информации при помощи прокси-серверов происходит не прямым образом, как в первой картинке, а через посредника, через компьютер и прокси-сервера. Прокси-сервера широко применяются в разных учреждениях, как, например, школа, университетах, где локальные сети посоединяются к интернету при помощи прокси. Этот метод обмена информацией также позволяет защитить компьютер клиентов от сетевых атак и сохранить их анонимностью. Так, сейчас следующий статус. Простите, только валички попью. Ну все, с теорией мы почти закончили. Сейчас я покажу вам, как работает сифон. Значит, сеть сифона, вот, в нашей технологии, нашего инструмента обхода цензуры состоит из более тысячи прокси-серверов, разбросанных по всему миру. Их количество может увеличиваться или уменьшаться в соответствии с нагрузкой сети, что позволяет прибавить в короткое время сотни тысяч новых пользователей. Передача информации между абонентами и нашими серверами осуществляется по защищенным транспортным протоколам, вот по таким туннелям, при помощи этой VPN-технологии, о которой я вам уже рассказал. Вот следующая диаграмма покажет вам, как работает сифон. Значит, буду использовать тот же самый пример, и вы хотите зайти на ваш профиль ВКонтакте, посмотреть, что там случается, да? Скажем, ВКонтакте заблокирован в стране, в котором вы хотите на нем зайти, но в России это вряд ли случится, скажем, для примера. Он заблокирован вашим интернет-провайдером. Напрямую вы к нему зайти не попадете, потому что там блок, и тогда у вас остается вторая возможность запустить вот инструмент обхода цензуры вроде нашего псифона. Ваш компьютер тогда подключается к одному из множества прокси-серверов псифона и запрашивает необходимый вам ресурс, который расположен в этом случае на сервере ВКонтакте. Затем прокси-сервер псифона подключается к селевому серверу, это сервер ВКонтакте в нашем примере, получает у него запрошенный вами ресурс и передает его обратно вам. И все это получается, вся эта информация, мини-информация между вами и нашими прокси-серверами сворачивается в туннель и она шифруется, так что никто туда заглянуть не может, он не может видеть, куда вы хотите зайти, что вы оттуда скачиваете или что вы там загружаете. Так, следующая диаграмма. Как я об этом уже рассказал, для обмена информацией используется между нашими серверами и вами, используется технология туннелирования. Таким образом, сифон не только дает вам возможность зайти на заблокированные сайты, но и повышает вашу цифровую безопасность, благодаря тому, что информация в туннеле шифруется. Так. Следующий слайд. Этот метод или схема обхода запретов называется туннелированием соединения. Она полезна в случае, когда вы пытаетесь зайти на заблокированный сайт, на форум, где ваш, скажем, интернет-провайдер заблокировал ваш IP-адрес, или когда вы пытаетесь просмотреть содержимость тарта, которая принимает соединение только из-за определенных географских регионов. Скажем, вы хотите посмотреть журнал, какой, например, National Geographic, вы хотите посмотреть его вариант для Америки, скажем, там разные варианты. А вот вы заходите на сайт National Geographic из Европы, и поэтому вас обслуживает европейский сервер этой компании, который загружает только европейский контент. Чтобы просмотреть его американский контент, вы можете пользоваться американским прокси-сервером или VPN-технологией, которая вам позволит как раз попасть на желаемый вам журнал в той стране, где вы хотите его посмотреть. Чем сифон лучше других инструментов? В сети вы можете найти огромное, не огромное, но большое количество инструментов от кода цензуры, которые, однако, отличаются от нашего инструмента последующим пунктом. Наш инструмент бесплатен, он написан открытым кодом. Вот такая традиция была создана еще с 2006 года, когда он был создан в университете, и мы придерживаемся к этим принципам. У него простой интерфейс, он легок в обращении и не нуждается в настройках. Прямо после того, как вы его загрузите на свою машину, он готов к работе, он надежен и стабилен. Я вам расскажу о его надежности чуть-чуть потом. Почему иногда нас спрашивают, а как он отличается от VPN? Дело в том, что мы используем некоторые из технологий VPN, и наш инструмент по сути дела больше, чем простой VPN. Сворачивание трафика в трубу и переправка трафика через публичный интернет при помощи этой частной трубы, как раз технология VPN, которую мы используем в нашем инструменте. Но он отличается от простого VPN тем, что мы поддерживаем очень большое количество активных серверов, которые расположены в разных странах мира. Обычно VPN этого не делают. Доступ к этим серверам осуществляется на ротационном принципе, так что если даже какие-то из них блокируются цензорами, то наше устройство найдет другие неблокированные или откроет новые сервера. это позволяет осуществить так называемую эфемерность сети. Кроме того, Siphon это мультипротокольный инструмент. Мы добавили и улучшили в своем инструменте транспортные протоколы, чтобы обеспечить надежную подсцензуру сети интернет. Так, простите. Вот последний слайд, который вам покажет как можно получить Siphon и потом я вам покажу как им пользоваться на практике. Так, значит, общую версию Siphon вы можете бесплатно скачать с нашего веб-сайта, вот здесь я лейпоставу, или из других популярных магазинных приложений в сети, скажем, с Google Play Store. Кроме общей версии мы предоставляем и коммерческие версии Siphon, которые отличаются от общей тем, что загружают в Слевые страницы наших клиентов или партнеров. Скажем, это будут версии BBC, немецкой волны, мы для них делаем специализированные версии. Ну, в общем-то, они делают то же самое, что и общая версия Siphon. Вы можете также получить Siphon и по электронной почте, отправив нам сообщение вот по этому адресу. Сообщение может быть пустым, без заголовка и текста, и вот спустя минуту автоответчики Siphon автоматически отправят вам обе версии нашего клиента для Android платформы и для Windows платформы вместе с инструкциями, как им пользоваться на, я думаю, где-то около 15 языков и среди них будет русский. Вот этот метод получения Siphon очень удобен в тех случаях, когда, скажем, национальный цензор заблокирует доступ к нашему веб-сайту или, скажем, к Google Play Store, откуда вы можете скачать наш инструмент. Вот в таких случаях вы можете просто отправить имейл, и мы отправим вам наш инструмент автоматически по электронной почте. Siphon в специальных настройках не нуждается, он занимает всего около 3-х мегабайтов и готов к работе сразу же после загрузки. Так, как работать с Siphon? Вот сейчас как раз я покажу вам, как скачать Siphon и как его запустить, и как он оперирует и действует. Сейчас я сделаю с вами Desktop Sharing, чтобы вы посмотрели. это на моем стау, как это выглядит. И потом мы вернемся к презентации. Так, я надеюсь, вы сейчас видите мой десктоп? Да, я вот точно вижу, так что я думаю, что видно, да. Да, отлично. Вы простите, я немного пока что здесь я вообще-то у нас еще утро, и я мало так немного говорил этим утром, так что сейчас у меня побольше разговора получилось. Ну, Так, вот для это закрою. Так, вот для эксперимента я вот попросил нашего сис-админа, чтобы он запретил доступ доступ к популярным сайтам, скажем, BBC, Twitter и Facebook. Вот, я сейчас попытаюсь зайти на эти сайты, то это у меня не получится. Twitter тоже заблокирован, Facebook тоже недоступен, а вот в спутник news можно зайти. Так, что делать? в этом случае можете просто зайти на наш веб-сайт, в моей презентации вы можете найти адрес, это siphon.ca, легко найти, и вот это как будет выглядеть на вашем экране, вот оригинально это будет выглядеть у меня, да, выглядит вот так. Вот, потом вы можете поменять здесь языки, в вашем случае он автоматически откроется на русском, потому что он будет знать, что вы его запрашиваете с России. Так, и скачать. Вот здесь разные возможности, можете скачать его с Google Play Store, вот это андроидная версия можно скачать, и psiphon для Windows, или отпустить его при помощи имела. Ну, вот, я нажал psiphon для Windows, я его скачал перед презентацией, сейчас я не буду терять, время на скачивание, это быстро, потому что он всего 3 мегабайта, и вот он здесь у меня также крузился, вот этот psiphon, значит, я его стартую, так, соединение psiphon установлено, что это означает? Это означает, что как раз мой компьютер сейчас подключился к серверам psiphon и установил вот такой туннель, по которому информация, которую я буду посылать, или требовать из интернета, она будет шифроваться и будет проходить через этот туннель, и никто в нем заглянуть не сможет, да? Так, вот на этом экране вы еще можете сами выборить, к каким прокси-серверам подключиться. Мы рекомендуем использовать вот эту автоматическую настройку, которая называется самый быстрый сервер. но если вам надо подключиться к серверам, расположенным в каком-то определенной стороне, вот отсюда вы это можете вручную выбрать. Так, в режимах настройки. Ну, здесь технически вам ничего не надо так же менять, но если вы хотите, вы можете, скажем, вручную изменить протокол туннелирования, вот это можно сделать отсюда. Но мы рекомендуем пользоваться как раз вот этим установленным протоколом, в этом случае это SSH+, потому что он лучше подходит для вот для захода на такие сайты, которые блокируются. Вот этот протокол немного хуже, поэтому используется не очень-то рекомендуем. Так, настройки, здесь ничего делать практически не надо, отзыв, если что-то не будет работать хорошо, вот у вас здесь есть возможность отправить нам сообщение, рассказав о том, что работает неправильно. Вот здесь счастливая личика, если все нормально, и вот сервитая личика, если есть какая-то проблема. Здесь можно написать о проблеме, поставить ваш имейл, если хотите, чтобы мы вам ответили, и самое главное, это поставить здесь галочку в этом квадратике, что это значит отослать гигнистические данные. Таким образом, мы будем знать, что именно, на какой платформе вы пользуетесь нашим инструментом, и нам будет легче найти проблему и ее решить. Вот здесь вы можете больше прочитать о нашем приложении, посмотреть связь между вашим компьютером и нашими серверами, как она устанавливается, а также посмотреть, есть ли у вас последняя версия нашего инструмента. Также здесь вы можете выбрать другой язык. Ну, инструмент мы запустили, я быстро пробежался по его настройкам. Сейчас мы идем обратно на сайт, откуда мы не смогли зайти ни на BBC, ни на Twitter, ни на Facebook. Вот сейчас попробуем снова, нажимаем, и вот, видите, используя инструмент туннелеврение и прокси-сервер в сейфоне, вы можете сейчас посмотреть это заблокирование содержания этого сайта посредством наших серверов-посредников. То же самое я надеюсь будет и с и с Facebook. Сейчас все доступно. Если отключите Sifun, то тогда эти сайты снова станут недоступными. Разрешите посмотреть, сколько у меня времени. А, хорошо. Но у меня не останется очень много времени, чтобы показать, как Sifun работает на Android, но он работает вообще-то очень аналогическим образом. настройки те же самые и очень интуитивно ничего там настраивать не надо, просто надо его скачать или с нашего сайта, или по имейлу, или с Google Play Store и пользуйтесь, пожалуйста, им. Он бесплатен. Так, сейчас я вернусь обратно к своей презентации. Так, хорошо, Stop Sharing. Вот. Documents. Вот. У меня сейчас загружаю обратно презентацию и расскажу о других приложениях Sifuna. Так. Как работать с Sifuna? Мы как раз об этом говорили. Вот. Сейчас вот такие покажу вам некоторые из других аппликаций Sifuna. вот. В прошлом году Ирак вот фильтровал социальные сети. Вот как это сказалось на пользовании нашим инструментом в этой стране. Перед этим никто практически это произошло в июне месяце прошлого года. Перед этим у нас аудитория была совсем практически к нулю. Но после блокировки социальных сетей люди стали быстро, они узнали об этом нашим инструментом и начали им пользоваться. И вот наши аудиторы увеличились почти до миллиона пользователей в течение одной недели. Когда я вам рассказываю о том, что у Sifuna есть множество серверов по всему миру, вот как раз я визировал эту ситуацию. Если вдруг появится большой всплеск популярности нашего инструмента и надобность нему по причине вот таких блокировок, то наша сеть достаточно упругая и крепкая, чтобы выдержать вот этот наплив новых пользователей. Мы открываем новые автоматические сервера и мы способны передоставить этим пользователям возможность захотеть на закрытые сайты. Это одно из основных отличий Sifuna с простыми VPN-устройствами, у которых мало количества таких серверов и они не могут справиться с подобными всплесками потребителей. Следующий пример аналогичен. Это в Турции блокировало Twitter в марте месяце прошлого года. Вот это как сказалось на потреблении нашим инструментом в этой стране. Притом интересно, что люди в этой стране узнали о Sifuna из уст в уст. Кто-то рассказал о нем на своем Facebook и он стал очень популярным в течение нескольких недель. Следующий слайд. Sifuna в цифрах. Я вам упомяну, что у нас около 12 миллионов юзеров, недавно было около 15 миллионов. Это в зависимости от того, что блокируется по всему миру и есть ли такие массовые блокировки социальных сетей, когда у нас за короткое время может увеличиться в несколько миллионов количества потребителей. С Google Play Store у нас около до сих пор 10 миллионов скачиваний. В плане популярности более популярен приложение для андроида. Это 87% всех скачиваний приходится как раз на это предложение, а вот у Windows всего 13%. Так что примеры других приложений сифона. Вот это более забавная и интересная рубрика. Я уже упомянул, что мы работаем с разными средствами массовой информации. Вот здесь я дал вам пример, как BBC и их персидская сеть, как они пользуются нашими инструментами, чтобы оставаться на связи со своими со своей аудиторией в стране, где вот этот сайт блокируется. Вот здесь вы можете увидеть как раз имейл-адрес, по которому люди в Иране могут получить наш инструмент. Это будет фирменная версия инструмента, которая при закачке будет запускать автоматически сайт BBC. Вы также можете получить его, если вы отправите имейл как раз по этому адресу. Так, аналогичный пример, это BBC в Турции, что там у нас еще, немецкая волна в Иране, это немецкая война в Китае, тоже пользуется все сифон. И вот что-то, я подобрал что-то с более региональным контентом в странах СНГ. Вот сифон, он не так уж популярен, но становится уже популярным в течение времени, и мы работаем, поддерживаем, помогаем некоторым из средств массовой информации в регионе. Скажем, это центральная азиатская новостная служба, она блокируется в некоторых из стран, центральной Азии. Вот здесь с правой стороны вы можете увидеть наше лого, можно скачать отсюда все фон тоже. Так, другой пример средств массовой информации это белорусский партизан, он иногда блокируется на Беларуси, и тоже их аудитория пользуется нашим инструментом, чтобы оставаться на связи с этим информационным агентством. Что там у меня еще? хроника Туркменистана аналогичный пример. Республика в Казахстане тоже блокируется в этой стране, пользуется сифоном их аудитория. пример правозащитной организации, это один из них это объясно, они находятся в Беларуси, их там тоже иногда блокируют, и когда появляется блокировка, вот они выносят вот этот баннер с детственных веб-сайта, и если на него еще, то он ведет как раз к нашему инструменту. Так, сифон и гуманитарные миссии, вот когда случаются вот такие трагедики, скажем, землетрясения в Непале, а вот наша платформа, потому что у нас столько миллионов потребителей по всему миру, мы ее использовали, чтобы известить людей об этом, и попросить помочь, если у них будет такая возможность. Так, вот это другой пример использования нашей технологии в искусстве. Вот у нас здесь, мы находимся в Торонто, я об этом забыл сказать, наша компания находится в Торонто, и у нас проходит каждой осенью сентября вот такой Торонто Интернешнл фильм фестиваль, фестиваль фильмов, и вот в прошлом году на нем показывались такой фильм из Ирана «Красная роза». Этот фильм запрещен в Иране и в Афганистане, и вот для аудитории в этих странах был использован наш инструмент, был создан специальный апп для андроидов, который был базирован на нашей платформе, и благодаря этому аппу вот из Афганистана и Ирана смогли скачать, не скачать, а скачать апп с Google Play Store и запустить этот фильм и смотреть его на своих мобильниках или на компьютерах. Так, посмотрим, что там на следующий слайд. у меня он пока еще не загрузился, подождем, ну, где же он там? Интересно, подождите, сейчас мы попробуем, так, выключим сифон, так, вот, следующий слайд. Это пример партнерства с неправительственными организациями. Одних из наших близких партнеров, это организация, которая называется статья 19, это ребята из Ирана, вот здесь вы можете увидеть их лица, это такие карикатуры, которые занимаются как раз разными технологиями, которыми обеспечили бы иранцам возможность заходить на сайты, которые блокируются в их стране. Так, одна из технологий, которые используются, как раз сифон. Другой пример, это такая потешная карикатура, которая была создана одним из потребителей сифонов Ирана, когда нас там пытались блокировать два года тому назад, но этого у них не получилось, то один из местных потребителей создал для сифонов такое искусство. Так. Вот пример партнерства с организацией из России Роскомсвобода. Вы, наверное, знакомы с их деятельностью, они поддерживают каталог всех таких ресурсов, которые блокируются в России и, кроме того, рекомендуют инструменты для обхода цензуры в вашей стране. Вот мы недавно установили с ними связь и установили партнерство. Так. Сейчас. Последние два последних слайда. Это все фонки искусства. Дело в том, что нашим инструментом в большинстве случаев пользуются как раз страны, где есть авторитарные режимы или где есть большая интернет-цензура. Но вот в Западной Европе и в Северной Америке от цензур интернета мало кто знает, потому что здесь такой проблемы не существует. Да, все вот так. Доступ к всяким сайтам свободен. И вот поэтому мы связались, мы хотели рассказать вот таким визуальным образом местной аудитории в Северной Америке вот об этой проблеме, что такая проблема существует, проблема цензуры в сети интернет. И как это сделать, мы связались вот с местными художниками и попросили, давайте вот работаем над такой проблемой, дать людям по всему миру вот свободный доступ в сети интернет. Мы можем рассказать, что этот доступ не везде такой свободный. И вот они создали вот такие плакаты, которые распространяли в социальных сетях, и вот они получили очень широкий озвук здесь, в Северной Америке. Вот это мой любимый как раз этот знак твиттера, птичка у которого клюв вот блокирован вот этой веревкой. Следующий слайд. На ту же тематику, как видите, обычно у YouTube значок. Можно попросить перевести надписи? Да, вы знаете, я их нехорошо вижу, потому что у меня очень маленький экран, но я попытаюсь это сделать с... Есть такая, что можно увеличить вот такая шкала, нет? А, понятно, да-да-да. Хорошо, спасибо. Я сейчас сделаю. Вот она. Так, сейчас, минуточку. первая надпись, которая с левой стороны, там, где YouTube, наверху написана, появилась ошибка. Пожалуйста, попытайтесь связаться снова с другой стороны. И вот здесь идея такая, что обычно у YouTube значок это play, это значок такой, как стрелка, чтобы запустить контент, а вот в этом случае знак стола. И вот внизу написано, что YouTube, популярность YouTube сделала его таким хорошим инструментом для распространения идей и политического активизма. И по этой причине вот этот сайт YouTube блокируется в различных степенях по политическим и социальным причинам в разных странах на всех континентах. И вот как раз наша лога здесь, как раз инструменты обхода цензуры. А в каком году это было или в этом году была компания? Эту компанию мы сделали в начале в прошлом году, в конце прошлого года, а запустили его в этом году. Даже следующий слайд, вот это Instagram, фотоаппаратик, а на нем как раз колбачок, снимать с ним нельзя. Ну да, такие говорящие плакаты получились действительно. А это интересно, что они сделаны не на фотошопе, это сделаны из бумаги, они трисмерные. То есть так вот реалистично это выглядит, а действительно из-за того, что оказывается это сделано вручную, здорово. Да, я тоже сначала вау, хорошо они сделали, а потом я пошел на выставку и вот я понял, вот это как раз из одной из выставок, которая вот эта художница, которая сделала, она делала свою персональную выставку, мы пошли и вот она изложила как она из ее произведения, вот так она выглядела. ну в общем-то это мой последний слайд, для контактов вы можете связаться со мной или по телефону или написать мне по имейлу, я всегда был рад и готов вам ответить, если ваша организация стакивается вот с проблемой цензуры сети интернет, или вас интересуетесь как повысить свою цифровую безопасность в интернете, вы можете использовать сифонами, я буду рад ответить на ваши вопросы, представить вам инструмент, если вы сами не можете его скачать, да, помочь вам, как мы это делаем вот с теми средствами массовой информации и организациями в странах СНД, которые к нам обращаются и вот мы пытаемся вам помочь таким образом. Большое спасибо за этот рассказ, действительно очень полезно. Вот на правах как бы можно я задам первый вопрос, я думаю, что у кого-то еще будет, но вот у меня несколько вопросов есть. Во-первых, вот интересная статистика была, что больше процентов людей пользуются именно сифоном на андроиде, а с чем это связано, почему? Почему не на десктопе, а именно на телефоне? Ага, ну, вы знаете, это потому, что вот, я думаю, потому что как раз большинство наших пользователей находится вот в странах третьего мира, где все еще авторитарные режимы в той или иной степени, и там существует интернет-цензура, и в этих странах закупить десктоп стоит дорого, а вот попасть в интернет при помощи мобильного телефона легче. и вот, поэтому в последнем, этот такой тренд получается, в последние десять лет как раз всплеск новых пользователей интернета как раз происходит в странах третьего мира, и то при помощи мобильных телефонов. Они намного дешевле, смогли обращаться, и вот поэтому такая разница в использовании на десктопе и на андроиде устройстве. Так, как раз вот Артем задал вопрос, а будет ли приложение для iOS? В принципе, у меня тоже вопрос такой. Да, мы планируем, у нас уже есть разработка iOS-версии, и мы как раз ее тестуем в некоторых странах, включая в Иране, и вот когда все будет готово к работе, мы ее выпустим. Но такая разработка есть. просто дело в том, что большинство пользователей мобильных телефонов, они работают на андроиде, наверное, потому что Apple-продукты дорогие, вот в странах третьего мира легче всего купить андроид, чем iOS. Но несмотря на это мы разработали наш продукт и для этой платформы, и вот выпустим, когда закончим с этим тестом. то есть а это будет только именно мобильная версия или для OSX? Или это не это будет для компьютера сначала. Хорошо. Так, вопрос еще был здесь для Linux. Есть ли что-то? для Linux. Знаете, я позову как раз Женю, который наш разработчик, который как раз разрабатывает наш продукт, и я в Лимусе о версии не слышу, но он, наверное, сможет вам рассказать больше об этом. Он, оказывается, тоже слушает нас. своими на так что он придет. Да, и потом я еще хотел попросить, но я либо его попрошу, возможно ли, например, открыть какой-то сайт у вас, который показывает скорость интернета и посмотреть сравнение скорости с включенным сифоном и без. Если это возможно, я понимаю, что высвечиваются какие-то приватные данные, но тем не менее, если есть какой-то сервис, было бы интересно. Мы сейчас его попросим. Дело в том, что если пользоваться как раз прокси-серверами, конечно, связь будет немного медленнее. Ну вот просто даже интересно, насколько вы меня слышите сейчас? Да, да. Здравствуйте, хорошо. Меня зовут Женя, Евгений. Здравствуйте, да. Я разработчик сайтминг и вот я вижу, Игорь попросил меня ответить на несколько вопросов, в частности, по поводу iOS, Linux и OSX. Правильно? Да. По поводу Linux и OSX, я могу сказать, у нас уже есть приложение, оно не такое красивое, у него нету Google, это консольное приложение, но оно как бы полностью рабочее, оно делает все то же самое, что делает приложение для десктопа на Windows, оно написано на языке Go, и если вы хотите им воспользоваться, вы можете связаться с нами, я думаю, где-то возможно будет в конце после вебинара поставить какие-то ссылки, да, мы можем предоставить ссылки, то есть вам нужно будет нам написать, мы можем прислать инструкции, каким образом можно его скачать, можно даже самому скомпилировать, потому что, как он сказал, это все с открытым кодом, те люди, которые работают с Linux, но сам я думаю, не знаю, как это делается, вот, даже больше у нас сейчас есть для тестирования, у нас есть Chrome Extension, то есть, отлично, вот, на самом деле это не совсем как бы Chrome Extension в таком понятии, что это полностью написано на JavaScript, это все равно, вы должны скачать небольшой консольный клиентик, но, в принципе, если вам нужен какой-то GUI, то есть, интерфейс, то можно общаться с ним при помощи этого Chrome Extension. Но это мы говорим только о какой-то платформе или это для всех будет? Это работает, в частности, вот это вот консольное приложение, вы можете его скомпилировать, на самом деле, почему мы выбрали этот язык программирования Go Language, вы можете скомпилировать его практически для любой существующей платформы. Мы даже в дальнейшем планируем перевести все наши мобильные разработки, точнее, мы уже работаем на ту же самую платформу, то есть, у нас будет общий код, скажем так, Core-Code для всех платформ. Поэтому в конце вебинара там на странице с информацией мы опубликуем ссылки. Для iOS это немножко мы сейчас ведем некоторые эксперименты в этом плане, то есть, в принципе, разница, то есть, на андроиде у нас мы можем сделать более-менее полноценный почти VPN клиент, то есть, весь трафик устройства будет туннелироваться через соединение с сервером сайфу. С iOS до недавнего времени это было немного проблематично, потому что там все немножко более закрыто. С выпуском iOS 9, девятая версия, да, то значит, там появились вот эти вот средства VPN, когда вы можете написать свой собственный VPN протокол. Мы с этим работаем сейчас, к сожалению, там есть небольшие проблемы с менеджментом памяти, но, надеюсь, это произойдет. Сейчас мы ведем эксперименты активно, и как только что-то у нас будет, мы обязательно это анонсируем и поставим в Apple Store. Да, можно задать вопрос, может быть, вы можете ответить, что вот в чате спрашивают, прошла информация о том, что вроде бы как бы взломали Tor, но я сомневаюсь в этом. И вот вопрос, насколько возможно взломать Siphon? Насколько возможно взломать Siphon? Хороший вопрос. Значит, Siphon мы используем стандартный протокол SSH, который мы немного модифицировали. Мы не модифицировали его суть, то есть все его шифровальные свойства и всякое прочее остаются какими были, мы его модифицировали только до той степени, чтобы его было трудно идентифицировать, ну, если кто-то смотрит трафик между вами и сервером, чтобы было труднее идентифицировать этот протокол как SSH. Потому что если протокол легко идентифицировать, его легко заблокировать. Насколько легко взломать SSH? Я не знаю, я пока не слышал об этом. То есть были какие-то вещи, ломали SSH, но это все опять же баги, багфиксы, мы следим за, если что-то подобное происходит, и стараемся апдейтить наш софт соответственно. Вот, кстати, по поводу апдейта, сколько уже версий вышло, например, для Windows? Windows мы, по-моему, сейчас на сотой версии, в Android по-моему, 91-ая сейчас, текущая версия. Ну, в среднем, как часто обновляется в интернете? В среднем, как часто? Хороший вопрос. Я думаю, минимум раз в месяц. Минимум. Иногда может происходить до 3-4 раз в месяц. Примерно вот такая частота. И вопрос человеку, который скачал ранее, ему надо что-то делать или это автоматически обновляется? Там есть автоматический апгрейд. Значит, если вы скачиваете с Google Play Store, если мы говорим сейчас про Android, то это будет доступно средствами Google Play Store, у них есть свой отдельный механизм. Если вы делаете то, что называется сайдлоудинг, то есть вы скачиваете просто этот APK, да, и вы его устанавливаете на свой телефон, в этом случае в приложении будет включен автоапгрейд, то есть если появляется новая версия, вы увидите предупреждение, ну, сообщение о том, что есть новая версия, она скачана, хотите ли вы ее установить или нет, на Windows то же самое. То есть есть, да, есть система автоапгрейда. Но старые версии, они работают, если человек не апгрейдится, то есть... Старые версии, да, мы стараемся быть то, что называется, я, к сожалению, не занимался разработкой, поэтому я не знаю некоторых терминов на русском языке, backwards compatible, то есть мы стараемся поддерживать все ранее работающие протоколы, которые у нас были. Иногда, иногда, конечно, когда при разработке любого софтвера иногда бывают такие моменты, когда происходят то есть мы говорим всем юзерам, извините, там версия такая-то и ниже уже работать не будет. Но это просто редко. Да, вот меня интересует касательно Windows, то зависит ли версия от версии Windows? это как-то влияет или никак? Значит, мы, да, хороший вопрос, мы работаем с версиями Windows, на XP, скажем так, теоретически наш продукт должен работать начиная с XP и выше. 2000-ый может уже не работать, ну и все, что ниже тоже. То есть наша поддержка, у нас была задача изначально поддержка XP выше и сейчас, если честно, мы получаем несколько репортов, несколько десятков репортов из несколько тысяч юзеров в день, что иногда какие-то проблемы происходят. Но это в частности какие-то частные случаи. Не хватает каких-то дилелек в системе и так далее. Еще у меня есть два вопроса. Значит, первый. Все-таки, если возможно, показать, вот даже экран открытия в браузере, показать скорость интернета с включенным и с выключенным приложением на Windows. Ну, если там не засвечивается IP, то... Вот даже интересно, потому что действительно... Ну, да, там с вами это есть. Ставь на настоящем. Идем сюда. Ну, давай у нас перетест до конца. Если хочешь. Победено? Да, да, да. Это сейчас без... Это без... Ну, то-то... Ого! Хорошая у вас скорость интернета. Ну, так в офисе должна быть. Хорошая. Так, хорошо, запомнили, 56. 56, а плотная она будет около 10. Может, меньше чуть-чуть. Ну, там еще люди работают внизу, так что интернет пользуется. Так, Хорошо, запомнили, да? запускаем. Все? Включился? Включился. Точно. Дармаке, Так, идем на сад. Айфон. так, можем даже проверить, что мы сейчас в... проверим, что мы не в Тармаке. Ну, например, используя вот этот веб-сад. Окей. Итак, нам говорят, что мы в Нью-Джерси. Да, мы сейчас точно идем через айфон, закрываем и тестируем опять. Сейчас может произойти интересная вещь. Ну, я бы сказал, неплохо. кому? Ну, да, но просто при такой большой скорости, да, согласен, что... А вы можете потестировать как раз в России и поделиться? Ну, у меня, к сожалению, не виделся. Вот. Вопрос, вот, кстати, это был первый вопрос, а второй вытекает из первого. Собственно, а не думали ли вы о том, чтобы ну, то есть внедрять такую просто систему, использовать сифон постоянно? Если человек работает не в одном месте, а, например, удаленно со своим ноутбуком, да, то ведь безопаснее, по идее, всегда включать VPN. Как вам такая мысль, и что вы можете сказать об этом? Хорошая мысль, но, скажем так, мы ориентируемся на... Скажем, вы понимаете, что у нас открытый код, бесплатное приложение, то есть определенно кто-то за все это платит, то есть есть спонсоры, которые платят, то есть в частности, если кого-то интересует эта модель, почему сифон бесплатно, все время такой, начну с этого, вопрос такой, наверное, они шпионы, наверное, они продают информацию, наверное, они делают то-то-то, нет, мы не делаем из этого секрета, мы спонсируемся разными, например, новостными агентствами, то есть, например, наш клиент BBC, то есть наша модель, как мы окупаемся, когда сифон соединяется первый раз, мы открываем страницу веб-браузере, которая будет страницей нашего спонсора, по их выбору, например, тот же новостной сайт bbc.co.uk или какие-то другие, вот, таким образом, в общем-то, мы получаем наши деньги, значит, для тех, если бы, если кто-то хочет сидеть все время в интернете, я думаю, тут нужно придумать какую-то другую систему монетизирования, потому что трафика будет гораздо больше, и вся эта инфраструктура, те же самые тысяча с чем-то, 1200, 1300 серверов в любой данный момент, это стоит довольно-таки приличных денег, то есть, вся эта инфраструктура, которая у нас есть, то есть, скажем, если люди начнут использовать сайфом постоянно, причем все, нам потребуется гораздо более серьезная инфраструктура, скажем так, за которую, опять же, нужно бы каким-то образом оплачивать, то есть, мы думали о других способах монетизирования приложения, например, выпустить версию сайфона для людей, которые хотят использовать, ну, мало ли, просто для защиты, еще для каких-то целей, ну, например, с платной подпиской, то есть, как-то так. понимает ли, что люди будут использовать... может, да, понимаете, я понимаю, но тут опять же есть баланс, у нас есть некая инфраструктура, то есть, если ее забьют под 100%, то, к сожалению, мы просто станем очень медленными. и тогда вопрос еще один технически возникает из этого, а какие пики у вас были, то есть, бывало, что прям там не на 100%, но... нет, в принципе, такого... ну, пики, наверное, бывают, но, скажем так, если зайти сейчас вот на наш... на нашу статистику в реальном времени, на нашем... у нас есть инструменты, вы увидите примерно около одного миллиона пользователей со всего мира, в основном это будет Иран, потому что у нас есть такой активный промоушен в Иране, Китай, и, как ни удивительно, довольно большое количество американцев, люди, например, скажем, это не секрет, Игорь сказал, что свободный интернет, всякое такое, всемирное, Америке это да, но многие организации, такие как школы, университета, они блокируют тот же Facebook или какие-то другие развлекательные веб-сайты, вот, например, студенты используют с iPhone для того, чтобы обходить блокировки каких-то локальных организаций. Да, я уже потерялся, в чем был вопрос. А всплески? А всплески? Бывают, они бывают, но у нас, к сожалению, нету, мы не можем оценить 100%, не 100%, то есть мы можем следить за загруженностью серверов, то есть у нас система автоматизировал, и если мы начинаем приближаться к какой-то критической отметке, мы просто будем начинать запускать больше серверов автоматически. Хорошо, то есть пока еще сервера рабочие, никто не ложилось настолько, что не работало, такого не было. пока нет. Но это как в прошлом году было как раз в Турции, вот как всплеск. Да, это был большой всплеск, конечно, когда они в течение нескольких дней просто добавятся, откуда ни возьмись, добался миллион человек. Это было удивительно. Ну, справимся. Хорошо, еще один тоже вопрос такой, а тогда, если люди используют приложение, допустим, кратковременно, то какое среднее время сеанса? Ну, как бы, есть такая статистика? Средняя есть такая статистика, и если я бы сказал, что среднее время сеанса, у нас статистика такая, мы сейчас отслеживаем в данный момент, от 30 секунд, по-моему, до 1 минуты, от 1 минуты до 5, и от 5 до 15 или 20 и от 20 и выше. То есть в среднем распределяется между от 5 до 20 и от 20 и выше, где-то до часа, нет, меньше, чем до часа. Я думаю, от 5 до 15 и от 15 до 30. Вот это две основные категории, куда падают все сессии. То есть вот это такое примерно пора, насколько я помню, получается. А вот еще никто больше вопросов не задает на правах. А вы вообще публикуете открыто статистику, потому что ведь на основе данных, которые у вас есть, вы можете делать какие-то выводы общественные, либо есть какие-то открытые данные? мы не публикуем статистику как таковую, скажем, какую-то глубокую статистику, какие-то огромные объемы данных, по которым можно лазить и делать исследования, и если мы с кем-то работаем, то если нас спрашивают каких-то данных, мы прихлопнем к выводу, что в общем ничего страшного в публикации этих данных не будет, мы можем предоставить такие данные, но только те, о которых на спрос, то есть мы обычно не выдаем данные просто так на гора, потому что это данные детской, пожалуйста, делайте с ними что хотим, хотите мы этого не делать. Мы опубликовали сколько у нас пользователей по странам, и это мы не делаем, потому что это может привлечь даже такое нежеланный фокус на наш продукт, чтобы мы хвастаемся, а потом вот это сделали некоторые из других компаний, потом их накрыли, вот мы этим не экспериментируем, а кроме того мы собираем очень мало данных, даже можно, это будет интересно, какие данные у нас, мы можем скажем собрать данные о том, откуда вы заходите, на какие сайты вы идете, мы не знаем, так что вот для нашей статистики, даже не для статистики, а для того, чтобы сделать инструмент лучше, для нас интересно, из какой стороны вы заходите, вот посмотреть, как работает инструмент в той стороне, но по каким сайтам вы ходите, мы это не собираем, я правильно? в принципе или его просто примерно по-моему в прошлом году публиковался репорт по Ирану, в частности, когда они позже, по-моему, в прошлом году публиковался репорт по Ирану, по поводу позапрошлого года выборов, Иран во время выборов начал, ну не все время во время выборов активируются IT-департменты, они начинают придумывать разные способы, как заблокировать те или иные инструменты обхода цензурой, но иногда они преуспевают, но это такая игра кошки-мышки начинается, и мы буквально в течение пары дней, они придумали несколько схем, как нас заблокировать, мы в течение пары дней придумали, как все же обойти их схемы, и вот сейчас в ESL-19 они публиковали вот этот репорт, и они просили нас предоставить данные, вот в частности, это вот частный пример, например, как мы выдаем данные, то есть они нас попросили предоставить конкретно такие-то, такие-то данные по поводу того, что происходило в данный момент в Иране, что конкретно мы делали, сколько у нас людей было в этот момент, и каким образом мы это побороли, ну вот в принципе это был такой репорт, эти данные мы им предоставили. Так, ну, я не знаю, у меня в принципе больше вопросов нет, вроде у людей тоже. Если вы что-то хотите добавить напоследок... Вот кто-то спрашивает, мне Google выдает страницу на арабском языке под сифоном, это вот в частности один из механизмов, собственно, как я говорил, вы запускаете сифон, он откроет страницу спонсора, то есть, скорее всего, это был не арабский язык, а персидский, но они очень похожи по написанию, то есть, скорее всего, это была одна из страниц одного из наших спонсоров, ориентированного на иранских пользователей. Ну, оттуда можно перейти на любую другую. Ну, либо переключить страну сервера, да? Возможно. Возможно. Вручную можно. Ну, в настройках, я имею в виду. Скорее всего, выбор, значит, выбор... То есть, это сервер с айфом говорит, какую страницу открывать, то есть, скорее всего, это не имеет значения, какую страну сервера вы выбрали. Ну, просто я не могу это проверить, да, но тогда немножко странно получается. Ну, страница... Мне интересно, вот этот гость, который написал, мне просто интересно, из какой он страны и какой клиент он использовал. Потому что, например, в частности, вот Игорь сказал, вы можете получить самый такой общий клиент сифон, если вы отправите по определенному имейлу письмо get.siphon.ca, например. Но, опять же, мы работаем с разными организациями, например, этот имейл может выглядеть по-разному. То есть, если это, например, get.asl19.siphon.ca, то в ответ придет клиент, который спонсируется, например, ASL19 на организации. То есть, в этом случае, если они будут пользоваться этим клиентом, то, скорее всего, страницы, которые откроются, это будут страницы этой организации, например. Да. Наверное, это и случилось, потому что она на персидском. Я не знаю, что ответить на этот вопрос. Возможно, мы ошиблись. Возможно, мы определили это IP как иранский. То есть, что мы делаем? Мы можем еще попытаться определить. То есть, мы не храним IP. То есть, в тот момент, когда клиент подсоединяется, мы можем попытаться по IP определить страну, из которой они заходят. И, например, опираясь на эти данные, мы тоже можем предложить ту или иную домашнюю страницу. То есть, иногда бывает, не всегда это как бы надежный механизм, что по IP можно определить правильную страну. То есть, иногда бывает, что неправильно определяется. То есть, возможно, ваш IP определился как иранский по какой-то причине. Так, хорошо. Ну, в общем, еще раз, у меня вопросов нет. Большое спасибо за рассказ, за ваше время. Действительно, очень полезно. Я с радостью попробую на какой-нибудь Windows-машине или на Android. Вот. И я думаю, что ждем iOS-версии. Надеюсь, что она скоро будет, да. Будет. Будет. Так, и вопрос по контактам. Вот. Игорь публиковал свой мейл. Я могу его опубликовать, если у кого-то вопросы будут? Конечно, конечно. Я вот имею в виду на нашем сайте, я сделал материал с видео, да, и чтобы люди смогли прислать какие-то вопросы. Конечно. Мы тогда через Игоря мы пришлем больше информации по поводу Linux, Mac, OSX и Chrome Extension. То есть, если у людей есть вопросы, я именно пришлю просто список имейлов, по которым можно обратиться непосредственно к разработчикам и получить версии, те версии, которые у нас уже есть для других систем. Отлично. Хорошо. Большое спасибо тогда. Да.